Меня зовут Саша Андреева, я муниципальный депутат Лефортова. И я тоже буду говорить про закон о реновации. На вас сейчас валится просто вал информации изо всяких информационных источников, там из телевизора, с сайта правительства Москвы, буквально из каждого утюга. Какая якобы прекрасная реновация, как якобы людей перевезут из хороших, крепких пятиэтажек в новые ветхие дома, ой, то есть наоборот, они говорят, естественно, обратное, но в реальности это так, что дадут большие хорошие квартиры и так далее. Все это вранье. Закон о реновации не имеет никакого отношения ни к улучшению жизни людей, ни к расселению ветхих домов, более того, насколько мне известно в его текущей версии, просто прямо запрещено расселять аварийные дома по этому закону, а разрешается расселять по нему только крепкие дома. О чем закон о реновации? Он был принят во втором чтении. В той редакции, которая принята, нигде нет, но из сообщений СМИ можно установить общую канву. Первое – это принудительное лишение собственности. По решению Собянина, по решению соседей, по решению рептилоидов с планеты Нибиру, это не имеет никакого значения. Главное, что прописано в законе, вас могут решить вашей собственности принудительно. А уж соседей ваших обработают, не беспокойтесь. Второе – что закон о реновации позволяет нарушать санитарные, противопожарные и прочие строительные нормы, во-первых, и градостроительные нормы, во-вторых. Причем в той версии, которая принята во втором чтении, там нормы еще веселее. Что в условиях стесненной городской застройки, которая неизвестна, кто такая и нигде не прописана, можно вводить другие санитарные, противопожарные и прочие нормы, наплевав на безопасность людей. То есть это закон в чистом виде для обеспечения строительного бизнеса. Это закон в чистом виде для обеспечения коррупции. Закон хотят принять 14 июня в третьем чтении, дальше, видимо, погонят через Совет Федерации. Значит, вопрос, что с этим делать? Примут закон, не примут, в каком виде примут? Наша задача – его ликвидировать. Вот что для… потому что сохранять его нельзя. Это конец государства, когда в государстве нет у человека возможности планировать то, чем он владеет. Это крепостное право, это просто отсутствие государства как такового. Значит, что делать? Тут два действия. С одной стороны, если в ваших домах они внесены в этот список реноваций, всеми правдами и неправдами, как хотите, пытайтесь вытащить общее собрание, чтобы голосовали против. Врать нельзя, но максимально разъяснять соседям, что их ждет, и говорить о максимально невыгодных условиях необходимо, потому что условия будут максимально невыгодными. Если какие-то идиоты в вашем доме, не включенном в предварительный список, проводят общее собрание, радуйтесь, что они идиоты, они, скорее всего, проводят его с нарушениями, блокируйте это общее собрание на основании нарушения. Даже если ваш дом включат в окончательный список, если в доме есть хоть один собственник, сопротивляться обязательно. Везде писать письма, что вы не даете согласия на лишение вашей собственности, то есть действовать вот так с уголков, отгрызать. Нужно понять простую вещь. Эта гидра будет, она очень много себя попыталась захапать, она столько не съест. Поэтому там, где будет сопротивляться, она будет отползать. И не обращайте внимания на ваших соседей, которые говорят, вы нам мешаете переехать в хорошие условия. Никто вам не мешает. Хотите переехать на здоровье. Езжайте, если вы хотите ехать из вашего замечательного кирпичного малоэтажного дома с зеленым двором в бетонную коробку, да на здоровье. Лучше всего вообще из нашего города, но это уже на ваш выбор. Но вы не можете улучшать свои условия за счет ухудшения наших. Нравятся вам бетонные коробки? Езжайте, а нам остатьте наш город. Дальше будут, конечно, суды. Это понятно. И еще один очень важный момент. Напоминаю про муниципальные выборы 10 сентября. Напоминаю там, где еще не выдвинулись. Много где выдвинулись хорошие команды. Но не везде. Поэтому нужно выдвигать своих людей. Нужно выдвигать, что такое свои люди от гражданского общества. Это кандидаты, отвечающие двум условиям. Это люди, которые умеют защищать интересы своих сограждан по району. И которые могут это делать. Бюджетники это не могут. Они зависимы. Это должны быть люди независимые, жесткие. Иначе съедят. И лучше всего, если они вам уже на деле доказали, что они могут отстаивать ваши интересы. От какой партии они идут или беспартийные. Это вообще никакого значения не имеет. Это такой бантик. Особенно на муниципальных выборах. Компания будет тяжелая. Ядро будет упираться. Поэтому выдвигайте своих кандидатов. Поддерживайте их. Зовите обязательно соседей на голосование. Поскольку явка будет маленькая. Решать будет каждый голос. И обязательно выставляйте наблюдение. И опять вернемся под конец к закону о реновации. Это наши права. Это наш город. Он принадлежит москвичам, а не застройщикам. Не сдаваться, не опускать руки ни в коем случае. Бить, бить и бить. Так же, как наши отцы, деды и прадеды били фашистов. В наш город пришла фашистская гидра застройщиков. И мы не сдадим наш город. Мы победим. КОНЕЦ КОНЕЦ